Восьмидесятилетие авиазавода началось с награждения его работников. Авиационный – единственный в России завод, который производит самолеты и вертолеты. Работающие когда-то здесь инженеры построили за свою историю более 8,5 тысяч авиатехники военного и гражданского назначения. Поэтому именно эти люди сегодня не забыты. У нас есть чем гордиться. У нас новые проекты, новый самолет, вертолет, новое оборудование. То есть есть где пристроить своих детей, внуков, получать нормальное образование авиационное и продолжить свои династии. Завод «Флагман» вообще готовит строение России. И таких заводов больше в стране нет. У нас уникальный завод. Конечно, уникальные люди, которые здесь работают. И благодаря им все достижения завода стали возможными. Второй и третий дни празднования – это карнавальное шествие подразделений завода, день открытых дверей и концерт. Самая яркая часть юбилея – это авиационная программа на площадке аэродрома в поселке Восточный. Четыре самолета полтора часа пилотировали в небе и показали настоящее шоу. Очень было красиво. Мы даже не ожидали, что там девушки выступают. Хотя я сама говорила, нет, это никогда не мое. Близко даже. Я как представлю, что я на их месте, меня аж прямо дух захватывал, а там девушки на этой высоте. Мы сюда уже на второй юбилей ходим. И на следующий юбилей, я думаю, у нас дети уже подрастут и будет уже намного веселее. Мне понравилось, кажется, выступление воздушно-десянтых войск, потому что я в них служу. Но в целом мне понравилось, все хорошо организовано. Есть музыка, много всяких увлечений. Найдется для каждого, чем заняться. Женскую пилотажную группу «Барсы» никак не хотели отпускать. На сцену летчиц доставили на байках. Девушки вызвали бурю эмоций. Расскажите, как вам, Улан-Удэ, как вас приняла публика? Очень тепло приняли. Покорила ваша природа. Ваше доброе сердце, отзывчивость. Не знаю, очень вкусная еда. Я не знаю, правда. И фонтаны, очень крутые фонтаны. Завершили программу рок-группа «Браво» и Юлия Чечерина. На 80-й юбилей Улан-Удэнского авиазавода приехало несколько тысяч улан-удэнсов. Мария Амвас Конян, Николай Дулбаев, Федор Моденов, телекомпания АТВ.